добрый день с вами художественная школа империя пикчеры сегодня у нас наша любимая рубрика скетч месяца и рисуем август все рисуют арбузики лето морожено а я вот решила нарисовать такие закрутки давайте приступать берем простой карандаш и начинаем нашу компоновку сначала овальчик это будет банка и овал горизонтально это будут наши овощи ну и теперь наша задача с вами выстроить баночку рисуем осевую линию далее горизонтальную линию после чего справа слева мы делаем два одинаковых таких отрезочка самое широкое место отделяем обязательно правую сторону переносим на левую проверяйте симметрию также делаем но всего у нас должно получиться 4 эллипса после того как сделали отрезка отрезки мы в этих отрезках рисуем как раз таки те самые четыре эллипса которых я говорила ранее соединяем два эллипса горлышко теперь рисуем самое широкое место эллипс и эллипс дна после этого соединяем горлышко самым широким местом и от широкого ведем линии к дну и получаем вот такую вот построенную баночку после этого мы все вспомогательные линии убираем обязательно необходимо нам построить не нужно срисовывать банку стройте как профессионалы даже если она получится у вас немножко кривенькая лучше все равно это все построить после того как баночка готова мы с вами компонуем овощи два кружочка справа это чесночок слева такой овальчик побольше это у нас помидорчик далее мы рисуем огурчики огурчик вертикально лежит огурчик идет за помидорчиком это такой второй огурец сразу лишнее подтираю чтобы ничего мне не мешало теперь чесночок как же рисовать чесночок на самом деле все не так сложно как кажется сначала нарисовали хвостик далее сделали разделение долек и каждую дольку снизу закруглили такой дугообразной линии линии получили чеснок так только здесь мне хочется хвостик немножко сделать пониже чтобы чесночок был более такой приплюснутый и таким же образом я рисую второй чеснок дольки хвостик так сейчас хвостик нарисуем еще пару долек ну и лишнее подтираем все тоже внутри банку тоже стираем делаем хвостику помидорки прорисовываем помидор более качественно теперь нам необходимо сделать прорисовать внутреннюю часть банки это будут огурцы помидоры лавровые листочки вот я как раз таки рисую второй лавровый листочек далее огурчики сначала у нас располагаются по нижней части а по верхней части у нас с вами располагаются помидорки но они не полностью круглые да то есть как бы частями потому что в банке они плотно лежат и мы видим какие-то кусочки от помидор теперь рисуем верхнюю часть баночки а точнее крышку которая такая идет с бумажкой то здесь нам необходимо нарисовать волнообразный край вот я рисую сначала волны потом уже соединяем и как всегда мы все лишнее подчищаем убираем далее рисуем полосочку или веревочку и небольшой бантик лишнее подтираем так и делаем направляющий для укропа ну я думаю что вы знаете да как выглядит цветущий укроп который также добавляют в банке но и август конечно же саму надпись мы пишем можете написать на английском языке можете на русском можете любым другим шрифтом но так чтобы вот у нас слева в этой пустоте он вместился рисуем дольку чеснока также пару долек необходимо нарисовать в баночке ну и все готово теперь переходим к следующему этапу обводки черным линером и вам черный линер и начинаем обводить все то что мы с вами нарисовали простым карандашом не спеша аккуратненько все это будем но я думаю что вы так все знаете а если вы рисуете первый раз то я хочу предупредить вас что это скетч уже для более таких опытных художников поэтому наберитесь терпения и все у вас получится ну и конечно же пока я все это дело обвожу я рассказываю про заочное обучение хоть вам это и не нравится кому-то но куда деваться потому что заочное обучение это все таки то ради чего все мы здесь сегодня с вами собрались до рисовать красивые картинки вот это очень хорошо интересно но развитие всегда должно быть то есть мы должны помимо того что просто рисуем еще и как минимум получить какие-то знания знания фундаментальные поэтому я приглашаю вас на заочное обучение в нашу художественную школу пробные 7 дней можно получить бесплатно зайти посмотреть формат и если вам понравится то давайте работать вместе развиваться расти и получать знания которые останутся с вами навсегда а если вы еще молодой начинающий художник то вы можете связать свою жизнь творчеством и стать каким-нибудь дизайнером допустим в общем заходите и все сами увидите ссылочка есть внизу в описании но я уже все обвела беру ластик все почищаю убираю и мы переходим к цвету итак первый цвет бежевый 169 у меня и начинаю делать бумажку которая находится сверху на баночке полностью ее заливаем 169 цветом даже веревочку которая у нас здесь есть следующий 101 цвет этот цвет более темный вертикальную плоскость на баночке мы делаем потемнее и немножко затемняю правую сторону также делаю правые части вот этих вот волнистых краев более темными сорок первый цвет это такой знаете зеленоватый цвет больше наверно к болотному а так как огурцы в банке они уже такие малосольные да то есть они уже засолены соответственно и цвет у них будет не такой как у тех которые лежат рядом с банкой поэтому сорок первый цвет я взяла для огурцов которые будут у нас лежать в баночке а сорок второй цвет этот цвет собственной тени у огурцов которые лежат в банке вот я и заливаю огурцы одну часть заливаю сорок первый цветом другой сорок вторым ну и чтобы переход был более плавный сорок первым цветом я размываю край сорок второго аккуратненько все это проходим вот таким образом этим же цветом сорок первым я делаю лавровый листик но с левой стороны видите на лавровом листике я оставила небольшой белый блик также 22 цвет это такой алый цвет им тоже я сделала блик это блик на банке то есть мы с вами понимаем что свет у нас находится с левой стороны ну и двадцать вторым цветом раз мы уж его взяли мы заливаем все наши помидоры или томаты до в баночке я честно говоря называю их помидоры заливаем кроме зубчиков чеснока все остальное делаем красным цветом также этим цветом 22 я заливаю помидор который лежит рядом оставляя на нем вот такой вот белый большой блик с левой стороны сейчас его немножко подровняю вот как то так далее сорок вторым цветом забыла сделать еще один огурчик и заливаю слева от лаврового листа сорок вторым цветом также по огурчикам прохожу такими знаете текстурными мазочками то есть прям маленькими маленькими такими точечками пятый цвет это красный цвет самый настоящий самый такой насыщенный красный им делаем собственную тень на помидоре также на помидорах которые в банке мы проходим эту же собственную тень оставляем света по правой стороне делаем более темные части свет делаем больше с левой стороны то есть преимущественно по левой стороне а собственную тень больше все таки делаем справа чтобы показать направление света вот так теперь второй цвет это темный цвет темно-бордовый темно-красный цвет им делаем тени между помидорами также делаю тень под бумажкой которая у нас идет сверху на банке отделяю помидорки ну и сразу посмотрите как контрастно начинает смотреться наш рисунок также делаю близкое место к зрителю на помидорках вот посмотрите и с правой стороны оставляю небольшой такой свет это рефлекс вот помидор самый такой большой центральный также прохожу вторым цветом и пятерочкой делаю плавный переход по краю размываю второй цвет замечательно переходим на зеленый 175 цвет такой светло-светло-зеленый им проходим свет на огурцах далее переходим на сорок седьмой он такой более ярко зеленый добавляю немножечко яркости нашим огурчиком пятьдесят шестой цвет им заливаю оставшуюся часть огурчика он уже насыщенный этот цвет более такой темный то что нам как раз с вами необходимо заливаю преимущественно также правую сторону ну и низ огурца слева все равно чуть-чуть прохожу потому что огурчик у нас объемный и немножко закручивается или заворачивается и попадает немного в тень теперь беру 175 и плавненько размываю пятьдесят шестой цвет чтобы переходик был более аккуратный и плавный замечательно переходим на темно-темно зеленый цвет сорок третий им делаем самые темные места на огурчиках это снизу и справа на одном огурчике то же самое на втором по нижней части и с правой стороны тоже посмотрите оставляя рефлекс кто уже у нас обучается на заочном обучении тот знает что рефлекс это неотъемлемая часть собственной тени любого предмета так забыла сделать лаврушечку еще одну сорок первым цветом ее до залила мы теперь перехожу на серый цвет в г 05 можно взять в г-1 у меня в г-1 к сожалению закончился поэтому я беру 05 он практически белый сейчас высохнет и исчезнет в г-3 это уже более темный цвет и и мы как раз таки прописываем собственные тени на чесночке тоже преимущественно по правой стороне тот чеснок который стоит у нас ближе к банке из-за за непосредственно чесноком который перед ним тоже затемняем потемнее так как от чеснока который спереди будет падать на него падающая тень так после то после того как сделали тень берем 0 5 цвет и еще раз размываем делаем плавный переход этим же 0 5 я делаю падающую тень от предметов она будет у нас падать в правую сторону потом троечкой усиливаю тень ближе к предметам я думаю вы уже знаете что тень под предметом она более контрастно а удаляясь от предмета она должна высветляться вот как раз таки это мы сейчас с вами и делаем я беру еще более темный цвет пятерочку в г-5 и уже делаю более темные части под предметами также немножко этим цветом захожу на чесночок и усиливаю тени на самом чесноке делаю падающую тень от огурца от помидора на предметах а чесночка также делаю правую часть банки потемней создаю такой общий общий тон потом взяла троечку немножко сделала более плавный переход и также затемнила чеснок по правой стороне троечкой обобщила собственную тень продолжаем работать восьмым цветом и усиливаем тени в баночке в помидорчиках в общем самые самые темные места как раз таки сейчас проходим мы восьмым цветом этим цветом усиливаем тень по правой стороне баночки делаем тень в бумажке которая на баночке делаем более темную веревочку прямо этим цветом проходим восьмерочкой находим самые темные места вот я хочу подчеркнуть бумажку которая у нас на банке находится чтобы она приподнялась и также кое-какие помидорчики огурчики внутри банки добавляю небольшие такие мазки собственную тень на огурчиках которые внутри в баночке чтобы создать текстуру огурцов и на падающей тени обязательно тоже делаю самые такие темные темные места подчеркиваю предметы по правой стороне делаю тень потемней на чесночке полосочки потемней сорок третий цвет беру и добавляю точки о извините не сорок третий пятьдесят шестой пятьдесят шестым цветом добавляю такие текстурные мазки на огурчики которые лежат рядом с баночкой и теперь сто двадцатый цвет делаю толщину на надписи здесь надпись вы уже самостоятельно можете сделать да такую какая вам больше нравится я обычно надпись делаю с помощью черного маркера самые толстые места прохожу именно маркером а потом уже обтачиваю ее черным линером для того чтобы не тратить много линера ну и черным цветом усиливаем падающую тень кое-где делаем прямые черным черную так далее сорок второй цвет нам нужно сделать укроп вот смотрите вокруг каждого лучика который мы сделали мы делаем такие мазочки вокруг то есть как цветочки из мазочков но я думаю все вы видели цветущий укроп или семена укропа да как они растут собственно это мы с вами и делаем по левой стороне добавляем вот эти вот пучки укропа семян укропа также по низу кое-где добавляю сразу за счет маркеров это все делаем так и по правой стороне вот прям просится еще несколько веточек укропа сейчас я сделаю цветочки а потом уже сделаю палочки вот как раз таки сразу их и доделываем внутри тут можно тоже чуть-чуть добавить палочек также черным линером я делаю небольшие полосочки в самих цветочках чуть-чуть их больше прорисовываю делаю более текстурными ну и самое время перейти к следующему этапу это коррекция нашего изображения черным линером здесь нам с вами необходимо наше изображение усовершенствовать выделить линии сделать их аккуратнее если где-то есть какие-то белые дырочки все это подрисовать если где-то что-то пошло не так и по вылазила обязательно нужно это все подправить для того чтобы работа смотрелась аккуратнее и красивее также нам необходимо с вами добавить текстуры вот на огурчики мы добавляем точки да все знают что огурчики такие колючие и на них есть текстура вот этих точек также нам необходимо сделать небольшие точки на огурчиках в банке подрисовываем чесночок особенно тот который к нам ближе всего потому что есть воздушная перспектива и те предметы которые располагаются к нам поближе они должны быть проработаны более четко но теперь саму надпись здесь я уже соединяю аккуратно то что я сделала маркером с теми линиями которые у меня были прорисованы именно линером но эти линии тоненькие поэтому мне их необходимо расширить но и вообще довести надпись до идеала торопиться не надо это финальный этап здесь нужно прям потратить достаточно много время но я вот допустим рисую данный скетч 40 минут там да где-то минут сорок мне требуется на то чтобы нарисовать поэтому торопиться не надо где-то часик точно можете спокойно работать и не переживать что вы долго рисуете это длительный рисунок то есть поэтому он и соответственно очень хорошо получается у нас так но я тем временем уже доделываю надпись замечательно в принципе все я думаю можно переходить на белую ручку и доделывать мои любимые белые блики я очень люблю белую ручку благодаря ей скетч преображается становится воздушный блестящий такой яркий декоративный все как я люблю добавляем полосочки точки больше бликов каких-то деталей точечки на огурчики полосочки на помидорчики и сразу наши помидорки становятся блестящие огурчики замерцали просто красота посмотрите как преображается наша баночка обязательно белая ручка должна быть в арсенале художника особенно того художника кто любит заниматься скетчингом кто любит рисовать маркерами и проходим полоски на огурчиках прям такие вдоль формы огурца также добавляю точки белые помимо черных блики на помидор обязательно рефлексики все подчеркиваем тоже белым цветом добавляя небольшие точки в укропчик и сами точки на наши помидоры мои любимые точки можете добавлять их можете не добавлять но я люблю чем больше белого тем не больше нравится так ну что в принципе все я жду от вас данную работу в instagram империя picture онлайн ссылочку найдете в описании или наберите в поисковике те кто уже присылал не раз присылайте с удовольствием поделюсь вашей работой с нашими подписчиками вот такой замечательный август у нас получился август называется кому за 30 и на этом буду прощаться с вами до свидания друзья до новых встреч встретимся на других наших уроках не забывайте ставить лайки писать хорошие добрые комментарии всем пока